Добрый день! Сегодня мы беседуем с Андреем Дмитриевичем Каприным, академиком Российской Академии Наук, главным нештатным онкологом Минздрава России, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Сегодня, в преддверии Нового года, Андрей Дмитриевич, хотелось бы с вами поговорить о важнейших достижениях в онкологии за 2020 год. И, конечно, нельзя не упомянуть такую тему, как Нобелевская премия в этом году присужденная за генетические ножницы, так называемые. Расскажите, пожалуйста, что это такое и можно ли это применять как-то в лечении рака? Ну, это Эммануэль Шапантье и Дженнифер Дудна. Действительно, великие люди. Это химия по химии. И действительно, эти ножницы для нас имеют очень большое значение. Дело в том, что мы всегда говорим врачи о том, чтобы предотвратить вот эту мутацию. И мы, конечно, рассчитываем на то, что возможность влияния на ДНК, репликацию рибонуклеидных кислот может позволить не то, что предотвратить, а даже уже развившуюся клетку приостановить, чтобы помочь и собственным клеткам уничтожать вот эту вот клетку врага. Тем более, что мы знаем, что, к сожалению, эти клетки имеют огромные резервтивные свойства и приспосабливаются к любому состоянию, в том числе к текиллерам, и позволяют так себе маскироваться, что их не узнают. И вот если будет еще такой союзник в этой борьбе, мы очень на этом надеемся. Но до этого еще очень далеко, потому что пока что это только мутационные предположения по... И это такое проектное, которое требует проектное решение, которое требует очень большого... Но все равно это все шаги, позволяющие развить так называемую внутритканевую клеточную хирургию. Может быть, она даже позволит у детей, у которых есть предположение к развитию... Такое, знаете, генетическое предрасположение к развитию опухоли. Вот тогда вот генетика очень важна, чтобы возникала у нас возможность влиять на вот этими ножницами, на опухолевую клетку. То есть до внедрения в практику еще далеко, да? Да, к сожалению, вот эти все шаги... А вы помните все предыдущие Нобелевские вот эти вот клеточные теории? Это еще пока даже не доклиника. А потом еще нужно доклинику, клинику с характерным пониманием, насколько это возможно. Поэтому и дорогостоящие, и большие исследования. Пока что это все, ну как бы, на уровне... Это открытие теоретическое, которое нужно обязательно внедрять в клинику. Внедрение в клинику, в практику, в эксперимент – это тоже огромная работа, требующая больших затрат. А ведь еще в этом году были работы по секвенированию генома коронавируса. Да, очень интересная. Кстати, это наша работа, отечественная, которая является очень интересной. И проведено полное геномное секвенирование коронавируса, позволяющая оценить вообще происхождение этого вируса. И более того, может быть, вот такое глубокое секвенирование, может быть, нам позволить выйти на работу с онковакцинами. Потому что вот это вот вирусное, такое вот генетическое мутационное развитие, может позволить этот вирус потом применять в ослабленном виде, как онколитетическую вакцину. Но все эти исследования очень радуют, что в нашей стране и происходит достаточно в передовом направлении. Потому что мы же первые, которые это сделали. Вообще многое мы сделали первые. И, как всегда, мы сделали и вакцину первую, и даже не одну. И сделали же и вектор. Ну, начнем со спутника. И я преклоняюсь перед коллективом, которого возглавляет Александр Леонидович Гинсбург. Я ему бесконечно доверяю, считаю его настоящим ученым. Потом уже Вектор и сейчас вот ту, которую Петр Михайлович Чумаков собирается в феврале, вот ее мы будем регистрировать. Но три вакцины для такой страны в перспективе это прилично. А если вернуться к вопросу лечения и профилактики, лечения рака, то вот сейчас очень перспективное направление адаптивная иммунотерапия. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Да, это адаптация собственного иммунитета, собственных иммунных клеток к той или иной среде. Дело в том, что я уже говорил, что собственный иммунитет не всегда различает клетку. И когда мы это делаем вне организма, когда мы забираем собственные иммунные клетки и учим их в борьбе с раковой клеткой, это представляется очень перспективно. Эти работы проводят в Центре, который мне доверен честь и руководить. Это происходит в городе Обнинске. Этот город всегда силен был своим научным потенциалом. И у нас есть открытая специальная лаборатория, которая позволяет это делать. И мы сейчас наиболее готовы уже к проведению этих исследований. Когда собственная кровь у пациента берется, это лечение уже, конечно, оффлейбл. Эта иммунная клетка воздействует цитокинами. Цитокинами позволяют эту клетку настраивать против опухолевой. Поэтому очень интересные и перспективные исследования. Рассчитываем на их успех. А вот как раз на сегодняшней пресс-конференции вы говорили о том, что можно клетку подкрашивать, раковую клетку, чтобы свои клетки ее увидели. Это тоже? Нет, совсем эта история. Это белки теплового шока и картиотерапия, которые позволяют клетке различать. Но это очень сложная технология. Этим занимается именно в Центре. Мы занимаемся более простой технологией, которая кажется нам, что она будет хороша. Но почему еще важно, что мы идем разными путями? Потому что эти все пути могут быть в комплексе и в комбинации, позволят нам комплексировать эти методики. И тогда мы смогли бы идти уже вместе в борьбе с онкологическими заболеваниями. Но, к сожалению, клетка очень адаптивная, онкологическая. И еще есть одна проблема, которая всегда нас несколько настораживает. Дело в том, что я это неоднократно повторял, что опухоль состоит из пула разных стволовых клеток. И даже подобрав иногда на этот пул стволовых клеток воздействие с помощью картиотерапии, адаптивной иммунологии, все равно может остаться пул такой, которому нужно будет подбираться отдельно. Вот такая вот приспособительная активность опухоли. А сколько ей вообще времени требуется, чтобы так приспособиться в организме? Знаете, очень по-разному. Например, когда мы действуем даже очень хорошими препаратами, самыми чистыми, но в то же время самыми агрессивными. Иногда у некоторых пациентов через полгода, у некоторых через год возникает резистентность к химиотерапии. А есть, например, наблюдение при гормонорезистентном раке, когда гормонорезистентность у одних пациентов возникает через 2-3 месяца. А у некоторых даже при воздействии нескольких лет и при непостоянном воздействии, а так называемые прерывистые курсы лечения или интермитирующие курсы лечения не возникают, не вызывают. Но мы смотрим и на… Сейчас уже все-таки вот у нас мы вооружены здорово. И мы генетический секвенс смотрим, и молекулярное исследование клетки, и видим ее готовность к быстрому метастазированию, достаточно к резкому прогрессированию, так называемая степень злокачественности опухоли клетки. Мы видим так называемое замирание-задухание, когда мы видим вот такое вот тоже достаточно длительные периоды стабилизации. А какие бы достижения, например, зарубежных коллег вы могли выделить? Вот, например, в США много говорят о дооперационной терапии, тоже в таком направлении. Да, но мы с ними абсолютно согласны. Мы сейчас начали заниматься так называемой… Вообще ничего нового в этом нет, но так в глобальном смысле, потому что термин «неодивантная терапия» обозначает всегда терапию перед каким-то видом лечения, либо перед лучевым, либо перед хирургическим. То, что называется «неодивант». Мы им тоже занимались. У нас, например, идет сейчас очень интересная «неодивантная терапия», которую мы сейчас разрабатываем при раке желудка, когда третью-четвертую стадию рака желудка нам удается перевести. Это идет протокол, причем он межрегиональный. Теперь мы сейчас занимаемся радиоэмболизацией и химиэмболизацией при раке печени, когда нам удается достигнуть пятилетней выживаемости при поражении метастатическом печени с помощью вот такого «неодивантного» подхода в 37,8% случаев пятилетней выживаемости. Это огромные цифры для пациентов. И очень интересная сейчас комбинированная лучевая и химиотерапия тоже в «неодивантном» режиме, для того, чтобы пациента перевести в хирургическое лечение. Сейчас очень интересный у нас идет протокол по лечению рака предстательной железы, так называемой «сальважной», то есть спасительная жизнь простатоктомии, когда мы локализуем предстательную железу даже с опухолевыми заболеваниями не очень хорошего прогноза с метастазами в региональные лимфоузлы и делаем расширенную простатоктомию с лимфодиссекцией после «неодивантного» режима. Если вернуться к вашему центру радиологии, то самые яркие достижения за 2020 год, новые технологии какие-то внедренные? Вот сейчас разрабатывается и очень хорошо идет ПАИПЕК терапия. Что это такое? Это внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия, которую мы стали брать больных, которые были точно отказны и которые с внутребрюшной диссеминацией шли при раке яичника, раке урахуса, раке кишки с диссеминацией по брюшине. Эти больные точно были отказны. Сейчас хорошая выживаемость по 12 циклов такой ПАИПЕК терапии. Очень интересные, конечно, молекулярные исследования генетические, позволяющие вывести все-таки пациентов, и мы к этому идем, на индивидуальные подходы, на то, что мы называем лечение пациентов по индивидуальной программе. Выработка индивидуальных, то есть мы берем сугубо у этого пациента молекулярную диагностику, видим, что уже никакие из стандартных курсов не влияют, не могут оказать положительное влияние. Мы разрабатываем для них индивидуальное лечение. Ну вот как говорят, что медицина будущего, она же будет персонализированная. Вот к этому мы и идем, да. Теперь подбор индивидуальных смешений с определенной выработкой мишени, лучевой терапии тоже. Теперь различные радиопротекторы, позволяющие подобрать лучевую терапию. Разработка пяти сейчас радионглидов. Хотелось бы поблагодарить Министерство здравоохранения. Мы впервые за эти годы получили, наверное, за 50 лет, получили приличные деньги для разработки собственных радионуклеидных препаратов. В этом году пяти радионуклеидных препаратов, по которым мы точно будем иметь лидирующие финансовые и приоритетные направления. А сколько лет потребуется на создание? Я думаю, мы уже почти готовы, у нас 3-4 года надо будет. Потому что очень много сделано, за дело большие, как сырье. Но для испытаний не были готовы. Сейчас получили фактически на клинику, что мы можем уже на хороших случаях для нас делать. Правда, говорят, что для врача случаев не бывает, всегда это больной. А также МИЦ в этом году получил статус референсного центра. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, почему это действительно было важно? Мы получили референсное направление по диагностике, мы получили референсное по молекулярной диагностике, по патологии. Патология – это то, что смотрится под микроскопом, так называемая гистология и морфология. И по онкологии. Это вот 4 направления очень важные, потому что это, во-первых, дисциплинирует коллектив. Во-вторых, позволяет нам работать телемедицински. В-третьих, прославляет наш центр, оказывая методологическую помощь нашим наглажаемым региональным коллегам. Ну и вообще, я вам скажу, что работать в элитарном центре – это большая для коллектива ответственность, но и гордость. Ну и еще, мы в этом году стали главным центром стран СНГ, так называемым базовым центром. Это было тяжелое голосование, не все были супер за страны, но это было закрытое голосование. Мы рады, что мы выиграли это вот доверием своей работы, выиграли это доверие наших наглажаемых коллег, которые для нас являются огромной гордостью. А еще у вас есть, кажется, такая телеплатформа, но это уже Россия, Германия и Япония тоже с зарубежными коллегами. А это что за проект? Это тоже очень интересный проект, который дисциплинирует нас, потому что так же, как для нас регионы готовят для телеконсультации случаи, то мы объединились в том, чтобы для нас делали второе мнение японские и немецкие коллеги на этой платформе. Что это такое? Это если есть тяжелый больной или больной, у которого неясный диагноз. Мы можем провести телеконференцию, теле такую, вот, например, человек говорит, что я хочу зарубежную консультацию. Пожалуйста, никуда не надо уезжать. И это говорит о доверии наших коллег, что они доверяют нам в плане подготовки материала. Это, опять же, подготовка наших врачей, которые вынуждены доложить на английском языке по европейским стандартам и озвучить нашу схему лечения. И получить либо подтверждение, либо замечание. Замечание позволяет еще дополнительно лечиться, а подтверждение позволяет понять и осознать, что мы находимся на каком уровне. Но одновременно вы такую же работу осуществляете для регионов, то есть врачи могут к вам обратиться со своими сложными случаями. Да, но если они захотят, наши регионы, мы им предлагаем, мы можем вывести на эту параллель. То есть, как бы, не то что устраниться, а явиться добрым посредником для такой вот телеконсультации. А много ли сложных случаев возникает? Есть какая-то статистика по этим случаям? С чем они связаны, как правило? Колоссальное количество. Дело в том, что вообще онкология связана не только со стандартными случаями. Есть даже целое общество, в котором, кстати, мы являемся одним из экспертных центров. Есть Европейская ассоциация редких опухолей. Мы и члены этой ассоциации, и она достаточно большая. Александр Александрович Фиденко и Наверджавад Чалиф являются у нас, академик Алиф, являются экспертами, опинион-лидерами в этом отношении. Но это же не просто так было создано, потому что это происходит. И почему происходит? Потому что есть очень быстро протекающие, к сожалению, заболевания с высокой степенью злокачественности, неудержанной мутации, так называют дикорастущие опухоли, когда рост клетки практически без деления, просто прямо репликация клетки происходит. Поэтому это трудно для остановки. И такой рост тоже требует этого. Поэтому это целое направление, целый космос в онкологии. Андрей Дмитриевич, могли бы Вы еще прояснить один вопрос? Вот очень часто в общении с врачами возникают противоположные точки зрения. Вот самые популярные такие, можно сказать, женские болезни, да, миома, киста, фиброденома, ну и полипы. Вот что из них может перерастать в рак, а что нет? За всем из этих вещей, которые Вы перечислили, за всех этих направлений, надо наблюдать. Дело в том, что, ну, во-первых, фиброденома редко, ну, то есть, какого органа? Если Вы говорите о фиброденоме молочной железы, требует наблюдения. Фиброденома матки требует наблюдения, почему? Потому что самое частое, одно из самых частых раков в гинекологии. Значит, яичник требует особого наблюдения, самая сложная локализация в онкогинекологии. Поэтому для женщины выработаны, как и для мужчин, но для женщин в большей степени, определенные сроки и режим наблюдения. Это связано с тем, что молочная железа – самое частое заболевание. В гинекологии самое частое – тело матки. Самое сложное – яичники. И самое коварное – шейка матки, которая вроде и видимая локализация. И можно лечить эрозию, но пропустить рак шейки матки в молодом возрасте. Поэтому все выстроено на определенном регламенте обследования и скрининга. То есть, вот сказать так, что, например, киста никогда не перерастает в рак – это будет ошибкой, да? За каждой кистой надо наблюдать. Бывает, например, киста с пристеночным тканевым компонентом. Это другая киста, в которой уже формируется ткань. Другое дело, если это простая жидкостная киста. Но это даже не просто диагноз должен делать. Диагноз-то у нас ведь очень разумные и порядочные люди, особенно в онкологии. Они пишут, что лучевой диагноз не является окончательным. Нужен консилиум. Даже онкологи создают консилиум с лучевыми диагностами, с химиотерапевтами. Онколог почему? Потому что каждый случай, каждый пациент может быть не очень простым для восприятия. Сколько мы видели наблюдений просто за кистой почкой и говорят, что это у вас онкоцитом. Нет, это бывает, что с пристеночным уже ростом опухоли и злокачественные в кисте. Прозевать это нельзя. Что такое полип, например, в мочевом пузыре? Он практически не бывает доброкачественным. Или полип в мочевых путях. Это, как правило, к сожалению, уже работа онколога. Поэтому эти случаи индивидуальные и надо за ними следить. Да, и вы в своих выступлениях часто говорите о скрининге, о скрининговых программах. И как часто нужно проходить вот этот самый скрининг? Значит, ну сейчас мы все это не перечислим, потому что наша удивительная страна, которая 7 фактически скринингов вынесла на нашу ответственность онкологов. Но в мире это три онкологические самые главные скрининговые программы. Это рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак. Колоректальный рак – это кал на скрытую кровь, который мы начинаем с 50 лет. И потом каждые три года, если все нормально, но если появляются какие-то нас смущают или полипы в кишке, то мы начинаем, значит, больного уже наблюдать целевую ранжу. Что такое? С 25 и с 21 года мы наблюдаем женщин с подозрением на эрозию шейки матки. И там определенные обязательно иммунохимические исследования происходят. И при молочной железе это обязательно прямая боковая проекция рентгеновских снимков, которая обязательно требует еще и второго пересмотра. Это мы начинаем, кстати, одна из самых ранних стран с 39 лет. Но все написано на сайте главного онколога, у нас есть таблица. Мы переадресовываем наших, ну, даже если я что-то забыл, там и про 50-летний возраст, и про наших наглажаемых мужчин, и про скрининг такой вот, в который погружен у нас диспансеризацию при других локализациях. Я имею в виду и легкая, и предстательная железа, и рак желудка. Мы уже подходим к завершению. Еще буквально осталось пару вопросов. Хотела бы вам задать, может быть, немного личный вопрос. Вы в своих выступлениях очень часто рассказываете о предшественниках. И, ну, видно, что у вас прям такая очень глобальная историческая подготовка есть. Вы, наверное, очень много читаете. И как вы успеваете много читать? И как вы считаете, сколько вообще нужно читать, скажем, современному человеку там в год? Себя ужасно ругаю, потому что мало читаю, не столько, сколько хотелось, хотя от чтения получаю колоссальное удовольствие. К сожалению, вот современная ситуация вообще в стране, и вот с профессиональным движением требует в основном читать специальную литературу. А мечтаю читать, мечтаю читать. Причем у меня такая привычка, у меня несколько книг начатых, и я, знаете, как иногда по настроению, и могу зачитаться, и чувствую в ужасе, что я ничего сегодня не посвятил, начиная в ужасе бежать к своей книге. Не могу вам сказать, кому сколько нужно читать. Это все, конечно, потребность заставить себя. Невозможно это нужно, или чтобы хотелось, или чтобы не хотелось. Нужно все равно, конечно, человеку читать, не знаю, сколько. А у вас для себя какой-то личный план есть, или у вас так, как бы, когда получается? Когда получается, когда получается. Андрей Дмитриевич, в заключении хотели вас попросить поздравить, может быть, коллег с наступающим Новым годом, и рассказать о ваших личных ожиданиях от Нового года, следующего года. Дорогие мои друзья, многоуважаемые коллеги, и коллеги по всем направлениям нашей междисциплинарной онкологии. И дорогие наши работники средств массовой информации, все те, кто вообще без которых нельзя жить без людей, учителя, педагоги, члены правительства, вообще обычные люди, медсестры, ну все, с кем мы живем и работаем, кто нам пробивает билетик, кто нас водит. Конечно, мы без друг друга не можем ни обойтись, ничего мы друг без друга не представляем. В нашем объединении наша сила, это показал этот год. Не знаю, так произошло в нашей жизни, что мы подверглись такому испытанию, мы подвергаемся ему еще. И я хотел бы, чтобы оно быстрее закончилось, но осталась та выработка нашей вот такой вот взаимной поддержки, доброго отношения друг к другу, понимания друг к другу, которая вот навязала нам эта пандемия, заставила нас вспомнить человеческие добрые отношения, чтобы они никогда не уходили, чтобы они оставались еще крепче в благоприятное время, чтобы наша великая страна жила в достатке, в прекрасной нашей вере, к пониманиям друг к другу, с глубиной понимания, чтобы детей мы с вами помнили, наших стариков, чтобы они были здоровы, наши близкие и родные, и чтобы мы быстрее, пройдя эти испытания, жили в счастливом будущем. Всего наилучшего и с наступающим Новым Годом. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич. Спасибо.